Доброго времени суток, уважаемые зрители. Меня зовут Богдан, я являюсь преподавателем языка программирования Scratch в компьютерной школе Валбит. На данном занятии мы с вами рассмотрим проект под названием переодевалки. Давайте посмотрим, как он работает. У нас есть персонаж и есть различные элементы одежды. Футболки, штаны, шорты и так далее. При клике на элемент мы можем одевать нашего персонажа. Вот таким образом это происходит. И сейчас мы с вами попробуем воссоздать данный проект. Итак, мы с вами создаем пустой проект и удаляем спрайт кота, потому что в данном случае он нам не пригодится. Первым делом мы должны установить фон. Нажимаем на кнопку выбрать фон. И давайте установим такой же фон, как в оригинале. Это Bedroom 2. Хорошо, теперь нам нужно откуда-то взять спрайты. Мы можем либо их нарисовать сами, либо мы можем взять уже готовые спрайты. По ссылке в описании к этому видео вы найдете Яндекс диск, в котором будет лежать архив. И в этом архиве будут храниться все наши спрайты, которые мы используем в данном проекте. Как раз сейчас я распакую этот архив и научу вас загружать спрайты в проект с компьютера. Наводим указатель мыши на кнопку выбрать спрайт. Далее выбираем кнопку загрузить спрайт. Переходим в ту папку, куда мы распаковали архив. В моем случае это рабочий стол. И здесь мы видим 28 спрайтов, которые мы будем использовать. Нажимаем на первый спрайт. В этом случае девочка. И листаем до самого конца. Ну или просто до того места, где заканчиваются спрайты. Зажимаем клавишу shift на клавиатуре и нажимаем левой кнопкой мыши на последний файл. Таким образом мы выделяем все файлы. После чего нажимаем открыть. У нас происходит импорт. Нам необходимо немножко подождать, пока они все прогрузятся. Данные спрайты появляются в нулевых координатах, имеют свои названия и уже имеют установленные размеры. Хорошо. Спрайты мы импортировали. Теперь нам с вами нужно расставить спрайты на те места, которые мы хотим. Не обязательно ставить спрайты на те же места, на которые ставлю я. Вы вольны ставить так, как хотите. Смотрите. Мы берем спрайт и просто переносим его в какое-то место, которое нам хочется. Телефон мы кладем на стол. Шорты давайте поставим рядом с юбкой. Шляпы мы сложим вместе. Вот так. Одна на другую. И по такому же принципу вы можете сами расставлять спрайты. Мы расставили элементы одежды так, как нам хочется. И теперь переходим к самому программированию. Заходим первым делом в спрайт девочки. Наш персонаж никак не будет двигаться. Мы будем просто его одевать. Поэтому нам нужно, чтобы он всегда переходил на свое место при нажатии на кнопку старт. То есть на кнопку флажка. Поэтому заходим в вкладку события, когда флаг нажат. Далее переходим во вкладку внешний вид. И здесь ищем блок кода перейти на нижний слой. На задний слой, вернее. Да. Зачем это нужно? Затем, что есть вероятность, что без этого блока кода, когда мы будем нажимать на какой-то элемент одежды, он будет показываться под персонажем. То есть, соответственно, мы будем как бы просто переносить на него одежду. Вот. Нам так не хочется. Нам хочется, чтобы одежда надевалась на персонажа. Поэтому мы должны перенести его на задний слой. И далее заходим во вкладку движения. Перейти в x18y-1. То есть, соответственно, здесь сразу же поставились координаты, которые стоят вот здесь. Координаты, в которых прямо сейчас стоит персонаж. Нажимаем на кнопку старт. Давайте передвинем персонажа. Переходим к программированию элементов одежды. Начнем с волос. И у нас есть на выбор 5 различных цветов резинок. Давайте мы зайдем в самый первый. Это розовая резинка. Переходим к программированию элементов одежды. Начнем с волос. Давайте мы с вами найдем спрайты резинок. Вот они у нас стоят все в ряд. Заходим в первую резинку. При нажатии кнопки старт нам также нужно, чтобы резинка появлялась на своем месте. Поэтому заходим во вкладку события, когда флаг нажат. Далее переходим во вкладку движения. Перейти в xy. И смотрите, здесь также установились координаты нынешнего местоположения резинки. Чтобы нам не делать лишних телодвижений, мы просто берем этот блок кода и переносим его в другие резинки. Но при таком методе программирования при нажатии на флаг у нас все резинки перенесутся в одно место. Нам так не нужно. Поэтому мы заходим в каждый спрайт и смотрим, на каком положении он сейчас находится. Голубая резинка находится в положении x284, y35. Соответственно, мы меняем значение, которое в этом блоке кода, на значение нынешнего положения элемента. То есть это x284 и y35. Теперь переходим в следующую резинку. Также смотрим на координаты нынешнего местоположения. Это x268, y36. Устанавливаем. Переходим в красную резинку. x254, y39. И последняя, пятая резинка. Это у нас получается x239, y40. Запускаем программу и проверяем, что резинки у нас не сдвинулись, они стоят на своих местах. Теперь давайте сделаем анимацию перехода резинки на волосы персонажа. Смотрите, для начала нам нужно узнать, какие координаты будут у положения резинки. Давайте возьмем самую первую белую и установим на волосы. Смотрим. Координаты x90, y62. Хорошо. Заходим во вкладку события, когда спрайт нажат. Нам нужно, когда спрайт нажат, перейти на передний слой, перейти на передний слой, после чего плыть одну секунду в точку x, y. Давайте одну секунду мы изменим на 0,5 секунд, чтобы это было быстрее. И как мы видим, у нас установились нынешние координаты спрайта. И теперь поступим ровно так же, как и с установкой спрайта в первоначальное положение. Мы возьмем этот блок кода и таким образом перенесем в другие спрайты. Но в этом случае уже ничего менять будет не нужно. Просто единственное нужно будет подвинуть так, чтобы это было как бы видно, чтобы это все было читаемо и чтобы это все было красиво. Вот таким образом. Хорошо. Теперь давайте мы запустим программу. Как мы видим, у нас спрайты вернулись на свои места. И возьмем белую резинку. Она наделась на волосы. Теперь нажимаем на кнопку старт заново. Давайте возьмем розовую резинку. Надеваем и все переходит на свое место. Хорошо. Резинки мы завершили. Переходим к программированию верхней одежды. То есть это футболки, плоски и жилетка. Начнем с жилетки. Нам также нужно, чтобы при нажатии кнопки старт она переходила на свое место. Заходим во вкладку события. Когда флаг нажат. Движение. Перейти в XY. У нас установились нынешние координаты нашей с вами жилетки. Жилетки. Далее сделаем анимацию перехода элемента одежды на девочку. Вкладка события. Когда спрайт нажат. Далее переходим во вкладку внешний вид. И переносим нашу жилетку на передний слой. Перейти на передний слой. Чтобы соответственно персонаж не показался поверх того элемента, который мы на него надеваем. Далее снова переходим во вкладку движения. Плыть одну секунду в точку XY. Но смотрите. Мы с вами забыли примерить. Это ничего страшного. Мы берем. Переносим. Хорошо. Координаты нам нравятся. Хорошо сидит. Так сказать. И просто меняем координаты на девять. Минус девять. Хорошо. Давайте с вами проверим как это работает. Нажимаем на жилетку. И она одну секунду плывет на тело нашего персонажа. Хорошо. С жилеткой мы закончили. Теперь перейдем к анимации футболок. Выберем какую-нибудь из них. Двойным кликом мыши. Я выберу розовую. И не забываем, что в правом верхнем углу области разработки у нас с вами находится активный спрайт. Заходим в события. Когда флаг нажат. Далее движение. Перейти в XY. У нас здесь сразу же установились нынешние координаты спрайта. Наверное за предыдущие спрайты вы уже запомнили, что этот блок кода необходим для того, чтобы спрайт начинал с правильной точки. Далее сделаем анимацию надевания объекта на персонажа. События. Когда спрайт нажат. Далее внешний вид. Перейти на передний слой. Затем движение. И на этом моменте нам с вами нужно примерить вещь на персонажа. Берем и устанавливаем. Координаты будут примерно такие. Для меня это 17.0. Во вкладке движение берем плыть одну секунду в точку XY. Сделаем здесь 17.0. Да, здесь уже все за нас установилось. И теперь, чтобы нам также не делать лишних телодвижений, мы находим наши спрайты. Вот они. И переносим наш код в эти спрайты. Вот таким образом. Но, также при использовании этого метода, сейчас нам нужно будет поменять начальные координаты. Потому что, иначе, у нас футболки будут появляться в одном месте. Здесь координаты 94, минус 99. Берем и заменяем их. Перейти в X94, Y, минус 99. Во второй футболке, также размещаем, чтобы мы видели весь код. 96, X96, Y, минус 151, минус 151. Хорошо. Проверяем, как работает наша программа. Нажимаем флаг. Нажимаем на футболку. Она плывет на нашего персонажа. Снова нажимаем флаг, чтобы вернуться на свои места. Упс. Нажимаем флаг снова. Нажимаем на спрайт. Он плывет в нужное нам место. Хорошо. С футболками мы закончили. Переходим к анимации длинных футболок. Давайте зайдем вот эту футболку. Установим ее в первоначальное место. Событие. Когда флаг нажат. Движение. Перейти в XY. У нас установились начальные координаты. Хорошо. Делаем анимацию перехода объекта на персонажа. Вкладка события. Когда спрайт нажат. Далее внешний вид. Перейти на передний слой. И далее примеряем уже нашу футболку на персонажа. Берем и переносим. Координаты у нас получаются 15 минус 7. Здесь у нас также все автоматически поменялось. Плыть одну секунду в точку 15 минус 7. У нас есть с вами такая же длинная футболка. Поэтому мы берем и переносим эти блоки кода в нее. Вот таким образом. Переходим во вторую футболку. Размещаем так, чтобы было красиво все. Чтобы у нас шло все последовательно. И смотрим координаты, в которых сейчас находится футболка. Это x 206, y минус 51. И заменяем первоначальные координаты. 206 минус 51. Хорошо. Нажимаем на флаг. У нас все появляется на своих местах. Надеваем первую футболку. Села. Хорошо. Снова нажимаем на флаг. Возвращаемся в первоначальные места. Надеваем вторую. Она также хорошо сидит. Наверное, вы уже запомнили, что вот эти координаты у одинаковых элементов можно не менять. Потому что они всегда будут сидеть одинаково хорошо. Отлично. С длинными футболками мы закончили. Наверное, вы заметили, что у нас есть еще одна удлиненная футболка. Но на самом деле она немного другая. Если мы используем координаты от первых футболок, она неправильно сядет. Именно поэтому давайте мы напишем для нее код отдельно. Заходим в нее. События. Когда флаг нажат. Движение. Перейти в x, y. У нас установились начальные координаты. Далее делаем анимацию. Вкладка события. Когда спрайт нажат. Внешний вид. Перейти на передний слой. Далее движение. И здесь мы примеряем нашу футболку на персонажа. Вот так. Нет, чуть-чуть. Чуть-чуть вот так. Вот. Отлично сидит. Координаты 12, минус 3. Хорошо. Плыть одну секунду в точку 12, минус 3. Вот так. Нажимаем на флаг. Переходит все на свое место. Нажимаем на спрайт. И он занимает свое правильное место. Если бы мы взяли координаты от этих футболок. То есть это 15, минус 7. Да. Давайте даже я поменяю. 15. Здесь минус 7. То при нажатии на спрайт. Он бы стал некрасиво. Именно поэтому нам нужно использовать уникальные координаты. Хорошо. Теперь с футболками мы точно закончили. И переходим к штанам. Заходим в спрайт. И устанавливаем ему первоначальное место. Когда флаг нажат. Перейти в x, y. Первоначальное место мы установили. Далее. Перемеряем штаны на персонажа. Вот. Примерно как-то так. Координаты 15, минус 53. Отлично. Переходим во вкладку события. Когда спрайт нажат. Перейти на передний слой. Перейти на передний слой. И плыть. Одну секунду. В точку 15, минус 53. Отлично. Мы сделали с вами джинсы. Создаем анимацию для шорт. Переходим в первые шорты. События. Когда флаг нажат. Движение. Перейти в первоначальные координаты. Далее делаем анимацию. Вкладка события. Когда спрайт нажат. Внешний вид. Перейти на передний слой. И теперь примеряем наш элемент одежды на персонажа. Вот такие координаты мы получаем. Движение. Плыть одну секунду в точку, в которой прямо сейчас находится наш спрайт. Хорошо. Копировать блоки кода мы с вами можем не только переносами. Да, вот например, у меня здесь блоки обрезаются. Мне немножко неудобно. Поэтому я просто нажимаю на самый верхний блок. Нажимаю Ctrl-C. Перехожу в другие шорты. И здесь Ctrl-V. Хорошо. Ровно то же самое я делаю с первым блоком кода. Но как мы видим, у нас здесь также остались одинаковые координаты. Нам такое не нравится. Смотрим координаты, которые стоят у этих шорт. Минус 139. И Y минус 171. Хорошо. Проверяем работу программы. Первые шорты сидят хорошо. И вторые шорты также сидят хорошо. Отлично. Помимо уличных джинс и шорт, у нас есть также классическая юбка. Давайте мы также сделаем анимацию и для нее. События. Когда флаг нажат, движение перейти в первоначальные координаты. Далее анимация. События. Когда спрайт нажат, внешний вид перейти на передний слой. И теперь примеряем юбку на персонажа. Вот как-то так. 21 минус 63. Хорошо. Движение. И здесь плыть одну секунду в текущую точку. Нажимаем на флаг. Проверяем. Отлично. У нас все установилось. Заходим в первый спрайт кроссовок. И устанавливаем им первоначальное положение. События. Когда флаг нажат, движение перейти в XY. Хорошо. Первоначальное положение установлено. Теперь события. Когда спрайт нажат, внешний вид перейти на передний слой. Перейти на передний слой. Далее движение. И примеряем первым делом наши кроссовки на персонажа. Берем и примеряем. Хорошо. Вот такие у нас с вами получились координаты. Движение. Плыть одну секунду в точку, в которой сейчас стоит спрайт. Теперь мы также берем Ctrl-C. Переходим на другой спрайт. И на третий спрайт. Также копируем второй блок. Ctrl-C. Ctrl-V. Ctrl-V. Хорошо. У меня первоначальные координаты. В первом спрайте это минус 40. Минус 40. И минус 117. Минус 117. И во втором это минус 35. Минус 158. Минус 158. Отлично. Сбрасываем спрайт. Надеваем. Хорошо. Надеваем вторую пару. Хорошо. Надеваем третью пару. Третья пара у нас с вами немножко съехала. Именно поэтому мы берем, ставим, чтобы они у нас хорошо сидели и смотрим, какие координаты здесь. 21 минус 117. Плыть в точку. 21 минус 117. Хорошо. Проверяем снова. Отлично. Кроссовки у нас сидят хорошо. Давайте добавим аксессуары в наш образ. Это будут шляпы и очки. Давайте мы немножко подвинем шляпы, чтобы они не наезжали друг на друга. И переходим в спрайт первой шляпы. Наверное уже все запомнили, как установить первоначальное положение объекта. Когда флаг нажат, движение, перейти в XY. Хорошо. Теперь анимация события. Когда спрайт нажат, внешний вид, перейти на передний слой. Теперь примеряем шляпу на персонажа. Берем, надеваем. Это 2061. Здесь также автоматически меняются координаты. Плыть одну секунду в точку XY. Теперь давайте перенесем блоки кода во вторую шляпу. Переносим. Здесь располагаем, чтобы мы увидели весь код. И изменяем первоначальные координаты. Здесь это 198. И, вернее, минус 198. И минус 118. Хорошо. Нажимаем на флаг и проверяем, как у нас работает наша программа. Отлично. Шляпы исправно надеваются. Анимируем очки. События. Когда флаг нажат, движение, перейти в первоначальную координату. Далее анимация. Тоже уже все должны были запомнить. События. Когда спрайт нажат, внешний вид, перейти на передний слой. И примеряем наши очки на персонажа. Как-то вот так. Вот такие координаты. Они автоматически здесь заменяются. Устанавливаем. Хорошо. Когда спрайт нажат, перейти на передний слой и плыть в точку. Нажимаем. Проверяем, как работает. Отлично. Переносим эти же самые блоки кода в другие очки. Тоже уже знакомым нам образом. И меняем координаты. Здесь у нас с вами получается будет минус 93, минус 125. 125, а здесь у нас будет, так, делаем, чтобы все мы видели. Минус 93, минус 144, и здесь у нас с вами будет минус 93, минус 163. Хорошо. Нажимаем на флаг. Все у нас переносится на свои места. Вот таким образом. Хорошо. С очками мы с вами закончили. Теперь нам нужно перейти к таким обособленным элементам. Это смартфон и рюкзак. Начнем со смартфона. Заходим в его спрайт. Устанавливаем первоначальное положение. Когда флаг нажат, перейти. Далее. Анимируем. Когда спрайт нажат, перейти на... Здесь уже давайте поставим задний план, чтобы наш персонаж его как бы держал в руках. Да? Внешний вид. Перейти на задний слой. Вот так. И далее. Движение. Перемеряем телефон в руке нашего персонажа. Вот как-то так. Плыть одну секунду в точку. Хорошо. Нажимаем на флаг. И наш персонаж держит телефон в руке. Далее сделаем анимацию рюкзака. Заходим в спрайт рюкзака. Событие. Когда флаг нажат, движение. Перейти в его начальную точку. Теперь. Событие. Когда спрайт нажат, внешний вид нам также нужно перейти на задний слой. Потому что рюкзак мы носим не спереди, а сзади на спине. Поэтому ставим здесь перейти на задний фон. Далее. Движение. И примеряем наш рюкзак. Он должен быть примерно вот так. Закрывать все тело. Вот. Это будет 45 и минус 40. Плыть одну секунду в точку 45 минус 40. Проверяем. Нажимаем. Все. Отлично. У нас с вами есть готовый проект. Развернулись с вами на полный экран. И давайте соберем образ нашей девочки. Сделаем розовую резинку. Фиолетовую футболку. Такие розовые шорты. Розовые очки. Да. Телефон и рюкзак. Также не забываем про обувь. Вот так. Наша игра на этом завершается. Чтобы сбросить элементы. Мы просто нажимаем на флаг. И все элементы у нас разбегаются по первоначальным местам. На этой ноте я объявляю наше с вами занятие оконченным. За время его проведения вы ознакомились с тем, как мы можем загрузить спрайт с компьютера, как мы можем установить спрайт в первоначальную точку и научились пользоваться слоями. То есть мы с вами узнали, что есть верхний слой и нижний слой. И соответственно, в зависимости от расположения, наши спрайты будут показываться над какими-то объектами и под какими-то объектами. Если у вас остались какие-то вопросы по этому занятию, задавайте их в комментариях. Мы постараемся на все оперативно отвечать. До новых встреч и спасибо вам за просмотр. До свидания.